Напомним, в 2007 году правительство приняло беспрецедентную меру поддержки. Каждый человек получал право раз в жизни получить деляну с лесом и вырубить древесину для строительства жилья. В довесок власти выдавали 30 тысяч рублей на саму заготовку. Однако у медали получилась и обратная сторона. Многие получатели заявлялись на 150 кубометров, но не для строительства дома, а для того, чтобы перепродать свою деляну лесозаготовителям. Все это привело к расцвету всякого рода пилорам и лесопилок. А не обновлению жилищного фонда деревень и сел. Несовершенство закона исправили в конце прошлого года. Во-первых, снизились нормы заготовки. На строительство вместо 150 только 100 кубов. Для ремонта дома и на дрова вместо 25 – 20 кубов. Кроме того, отныне запрещено продавать заготовленный лес третьим лицам. Хотя механизма контроля за исполнением этого запрета нет, в профильном ведомстве надеются, что прежний разгул заготовки леса сойдет на нет и рынок пиломатериалов придет в равновесие. Та древесина, которая поступает к индивидуальным предпринимателям в оборот, незаконна по сути. То есть гражданин рассчитывается частью своего пиловочника или круглого леса, или вообще просто ничего не получает, имея умысел просто извлечь выгоду из этого. Он подрывает по сути всю систему нашу людей, которые платят налоги. То есть все влияет на себестоимость и на ценовую политику рынка. Еще одно новшество навеяно апрельскими пожарами. Теперь 100 кубометров смогут получить те жители, чье жилье пострадает в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.